Ни одно празднование Нового года не обходится без этих зелёных красавиц. С сегодняшнего дня в Самаре начали работать городские ёлочные ярмарки. Только там жители могут приобрести сосну и ёлку. Ежегодно мы организовываем продажу хвойной продукции. В этом году у нас 150 точек по городу. Характерно для наших точек это оформление в едином стиле. Как вы видели, это в том году. Это деревянные заборы. В том году было на 16 точек меньше. Потребность у людей возрастает. Соответственно, мы сделали 150 точек. Стоимость деревьев осталась на уровне прошлого года, рассказали в профильном департаменте. Чтобы новогодний символ был доступен каждому. Предложение этого года – компактные мини-ёлочки. Такие можно купить, к примеру, на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. Мы завезли небольшие ёлочки. Они будут по 300 рублей. То есть для тех, у кого жилплощадь не позволяет вмещать такую большую продукцию. Пока их нету, но они на складе в Самаре и в скором времени они сюда прибудут. Поэтому мы, так скажем, пытаемся угодить любому жителю нашего города. Спрос на живые деревья уже есть. Самарцы отмечают, что без сосны или ели нет и новогоднего настроения. Ёлка – это всегда радость для детей и для взрослых, потому что мы с детства привыкли видеть ёлки. Это радость. Это символ, это запах, это ощущения всё равно другие, чего-то живого. Я вот покупаю каждый год, у меня трое детей. Я их покупаю. 13, 8 и 5, поэтому такой ещё возраст, что надо ёлку. Все радуются сразу, начинают там, они ещё до этого делают игрушки на неё самодельные, вот, начинают сразу украшать, устанавливать, в какой угол в этом году поставим. В общем, там праздник такой просто. Приобрести сосну или ёлку на городских ярмарках самарцы могут до 12 часов дня 31 декабря. Все ярмарки работают без выходных с 8 утра до 10 вечера. Самые крупные точки продаж в центре города находятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, перекрёстки Ленинградской и Галактионовской, а также около губернского рынка. С полным списком всех 150 мест можно ознакомиться на сайте городской администрации. Михаил Гермоленко, Максим Гусев. События.